12 мая, вот видите, сегодня отличные облака, отличное освещение, все отлично, вес начинает зеленью покрываться небольшой. Мы сегодня пойдем туда и снимем продолжение истории, как 5 типов моих по пейзажным фотографиям, так же как и продолжим серию пейзаж альфа и омега. О, а что будет там? Узнаете скоро? Густик. Всем привет, друзья. Сегодня интересный день. Я сегодня начал случайно вот с этой штукой. Короче, неизвестно, что это такое. Тема сегодняшнего видео – выдержите камеру. Вот длинное название, короткое название – выдержка. Я записывал видео про пейзажные фотографии Альфа и Омега. И в 5 типах, которые я написал ранее, посмотрите, мои принципы пейзажные фотографии. В книге я указал несколько характеристик, которые важны для пейзажной фотографии. И одна из этих характеристик – это выдержка. В том видео она была самой короткой, практически несколько секунд. Я не стал разговаривать и написал, что оно требует отдельной записи отдельного видео. Затвор, который вам показывал, собственно говоря, Блейд. У нас там собирается кровь со всех подряд. Кому надо и кому не надо. Угутки приплыли. Герой одного фильма, Блейд его звали. Он боролся как раз с этими вампирами, отрубалом головы, руки подряд. Блейд – это вот эти как раз фламели, которые я вам показывал в затворе. Ну, английский вариант – шутер, а слово «стрелять». Но мы будем использовать русский – слова «затвор», а слово «затворничество», «двор», «творить», «затворять». Ну и подобный тип. Поэтому выдержка имеет непосредственное отношение к затворам. И вы знаете, что они бывают фокальные, которые я использую в Сигме, моей любимой. Ну и, соответственно, бывают еще шторные, которые дают искажение при движении объектов. Я их не очень люблю, хотя использовал в Киеве, в «Зенитах», в других камерах они существуют, в импортных. Ну, фокальный затвор как бы вот центральный, так называемый. Он самый интересный, самый надежный, самый распространенный. Почему фокальный? Потому что он находится в фокальной плоскости и он одновременно закрывает весь кадр. Затвор, который, кстати, я вам показывал, сейчас еще раз открою его, скажу вам. Это затвор из моей коллекции, начала 20-го века. Компания «Готье». Один из первых затворов. Ну, это уже более поздний где-то, 20-е, 30-е годы. Модель «Варио». Ну, кстати, в Википедии, если «Варио» наберете, то получите в первую очередь героя. Серия мультфильмов и игр про приключения «Марио», который я тоже играл. И там написано про него, что он там всякие пакости делал. Хотел даже деревню «Марио» разрушить. Ну и, соответственно, все же связано с грибанием, почему-то там указано. Вот эти ламели, которые открываются, этот затвор, видите, как работает? Он двухлепестной. Соответственно, он открывает и закрывает. Причем это в ручную виде. Ну, если поставить выдержки уже, в данном случае, вот одна, 25-я. Диафрагма, кстати, всю зиму работает в этом затворе, так что не переживайте. Несмотря на то, что затвору очень-очень-очень-очень много лет, диафрагма здесь ставится вплоть до 22-й, 32-й. Самые тонкие. Ну, вот можете посмотреть поближе, я покажу, если видно что-то. Так вот, почему я назвал это видео. Ух ты, тут идет процесс прямо-таки ловли чего-то там. Опять эта парочка приклывала, которую мы снимали. Надеюсь, что что-то получится, что вы меня увидите как-то. Так вот, я говорил про то, что выдержка, она нужна фотографу. Не только фотографу, а рыбаку. Вот рядом со мной этот рыбак. Я сегодня удочку не брал. Ну, в следующий раз, наверное, возьму. Даже если вы снимаете вот такими маленькими камерами. У меня была такая минолька, точнее, есть она до сих пор. С чехлом Босс. Когда снимаете одной рукой, соответственно, ваши руки трясутся на ведру. Ну, и получаете смазанное изображение. Все это знают прекрасно. Поэтому выдержка при удержании камеры, она имеет очень большое значение. Даже если вы пользуетесь уже такой же камерой по размеру, но держите ее двумя руками, да? То есть вот так, таким образом. О, включилась. Даже включилась. То все равно произойдет некий смаз. Если освещение не очень сильное. Ну, сегодня освещение хорошее, поэтому нам помогает. Надеюсь, что у нас все получится. Что же нам дает выдержка и зачем она нужна? Ну, во-первых, я хочу сказать, что для того, чтобы понимать, как пара экспозиции... экспозиция... нам придется говорить об экспозиции, которая состоит из трех частей. Это изо-чувствительность или пленки, или камеры. Это диафрагма и выдержка. Вот эти все три кита, они связаны с друг другом, ну, неким подобием. В греческом букве, кстати, в греческой букве есть такая лямбда, да? Которая означает длину волны. Здесь длина выдержки имеет значение. Ну, и, соответственно, вот этот значок, который я вам показывал, там как раз вот эта греческая буква лямбда. Так вот, как же простому фотографу определить эту экспозицию, да? Он же не может с собой таскать там какие-то сложные приборы. Но в современных фотоаппаратах все это делается автоматически, да? Но это не самый точный вариант. Вы знаете, что я пользуюсь в основном режимом замера при приоритете диафрагмы, да? Чтобы контролировать глубину резкости, да? Но при этом существуют приборы достаточно простые. Вот, например, прибор, который был, начиная с 50-х годов, выпускался АПТЭК. Достаточно точный прибор, причем не требует никаких батареек. Я про него разговаривал. Ну, посмотрите мое видео. Ну, для примера, я могу сейчас вам определить экспозицию. Вот то, что мне сейчас замерит он. Ну, для того, чтобы замерить, вы должны знать, во-первых, чувствительность вашей пленки, которая здесь указана. И выбираете шкалы диафрагмы. Ставите положение той цифры, которая здесь видна. Ну, я рассказывал про это в подробном видео, поэтому вы можете посмотреть, как это замеряет. Ну, и получите экспопару выдержка диафрагмы. Вот, кстати, сейчас момент, когда я смогу снять. Вот, видите, все-таки я говорил в видео, что надо выбирать момент, когда снимать. Вот сейчас момент, когда солнце идет с другой стороны, я могу сделать снимок этой утки на фоне моего дерева. Как нет камеры? Пишет, нет памяти. Как нет памяти? У меня есть память. Память у меня всегда. У меня тут еще отсрочка стояла, видите? Это говорит о чем? О том, что нужно всегда готовиться заранее, проверить все режимы, подготовиться к съемке, прежде чем что-то нажимать. А у меня тут все отсрочка 10 секунд стоит. Вот она совсем близко подплывает. Я ее тут хочу с камышами подловить. Не надо. Отвлеклись мы с вами, да? От беседы. Так вот, удержание камеры, вы видели, как я это делаю, с помощью ремня, с помощью натягивания ремня. Это один из способов, как изменить. Ну вот момент, видите, какой. Я не стоял камеру, только успел повернуться, чтобы снять взлет. Вот, насколько у меня это получилось. Сейчас мы увидим. И почему здесь имела критичное значение выдержка? Я не поставил, не посмотрел, что за параметры. Я оперировал диафрагмой, да? У меня стояло 3,2. И что мы видим? Мы видим, что... Да, у меня тут все вроде в порядке. Выдержка очень короткая. 1,250. Соответственно, на ИЗО-100 выдержка оказалась очень короткой. Поэтому в полете абсолютно четко видно на фоне неба утки. Первый кадр. Из-за того, что я замерял по нижней части воды, у меня получилось очень яркое небо. Но зато проработались крылья и три утки, которые мне попали в кадр. И самый первый кадр, который я все-таки успел подловить, удивительно. Но я обязательно покажу. Это действительно здорово. Все три утки попали в кадр. Причем на одной горизонтали попали деревья. Ну, соответственно, я думаю, что этот кадр удачный на сегодняшний день. И почему это произошло? Несмотря на то, что выдержка 1,5, это достаточно короткая выдержка. В некоторых старых камерах таких выдержек не было. Поэтому приходилось какие-то делать ухищрения. Но сейчас есть очень короткие выдержки. Существует 1,3-2 тысячная выдержка в электронных затворах. Поэтому в этом плане нам повезло. И благодаря Сигме, по гравитационному фильтру, который у меня стоит, мне получилось сделать такой интересный кадр вместе с сутками. Так что вот такие основные нехитрые правила. Сейчас мы переместимся в другую локацию и продолжим. Друзья мои, в поисках новых ракурсов. Вот этого дерева, которое мы снимали и в 3D, и в сепии. Но оно пока не зашло. Само дерево Explore. Я все-таки хочу добиться этого, да, поскольку сейчас, видите, немолодая зелень. И я ищу новые ракурсы. Нашел удивительный ракурс. Я думаю, что вы мне скажете. Наверняка его увидите внизу, да. Здесь, видите, цветы уже желтые, яркие. Я это буду делать все в цвете. Буду делать без штатива, но покажу, какие варианты существуют, чтобы нам реализовать эту задачу. Я попытаюсь сделать таким образом, чтобы получить несколько вариантов. С ближним планом вот этих кустарников. Соответственно, чтобы дерево. И, соответственно, я вам покажу еще одно место. Вот здесь. Здесь достаточно сыр, но я туда глубоко не пойду. Мне нужно каким-то образом, я с вами штатив не брал. Вот. Я хочу вот этот корень, чтобы попал. И чтобы это дерево. Благодаря тому, что у меня есть объектив портретный, я постараюсь, и ветра немного, я постараюсь это сделать. Ну и если попадут утки, которые на дальнем плане там плавают, это будет вообще замечательно. Поэтому смотрите, посмотрим, что получится из этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока у меня не получается получить тот результат, который я хотел. Все-таки у меня идет пересвет. И, соответственно, солнце будет еще ярче вставать. Поэтому сейчас достаточно сложно будет снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал коррекцию на одну единицу. Так что посмотрим, что там выйдет. И поснимал с фокусировкой на ближний план, на цветы. Получил достаточно короткую выдержку, потому что я поднял из-за. Ну и фокусировался на среднюю часть. Посмотрим, что выйдет из этого. Надеюсь, что что-то получится хорошее. Вот тут смотрите, я пошел другой тропинкой. Смотрите, что я нашел, какой ракурс. Я почему говорю, что всегда пользуетесь разными ракурсами. Вот смотрите. Как он такой. Ну не с этой точки, а вот где-то вот так. Ближний план, средний план. Интересное очень дерево внизу. И мое любимое дерево с той стороны. Плюс подсвеченный камышей. Сейчас мы все это попробуем сделать. Вот как-то так. Я сейчас немножко опущу, чтобы у меня там кусочек видели. Что я там где-то нахожусь. Может быть будет что-то видно. Посмотрим, что выйдет. Да, я здесь. Немножко я смещу вас. Вот таким вот образом. В общем, это тот случай, когда может быть много сделано кадров. Но при этом не хватающего движения. Самой чайки, да, которая появилась в последний кадр, когда я уже вышел из зоны съемки. Но я успел все-таки направить камеру. И чутье мое не подвело меня. Я перед тем, как это сделать, я увидел, что она движется в сторону дерева. Я быстро открыл диафрагму на 6,3. И в результате получил то, что хотел получить. Нажал кнопку как раз, когда чайка стояла на крыле. И, соответственно, выдержка была 1,04. Это достаточно резкая выдержка даже для движения чайки против ветра. Это к вопросу о выдержках. Это очень важная вещь. Хотя предыдущие кадры у меня были. Я снимал даже с коррекцией экспозиции, поскольку там очень темно. У меня была выдержка 5,6 на 320. То есть более длинная. 1,160 на восьмерке. То есть на таких выдержках достаточно сложно с рук снимать. Но я попробовал использовать технику. Вы видели, какую ветка там. Я ее не сломал, но я на нее оперся. И поэтому, соответственно, сейчас, видите, солнышко зашло. Но появились очень красивые кучевые облака. И я думаю, что мы, несомненно, эти облака подснимем, чтобы они частью стали нашего пейзажа. А поскольку мы занимаемся пейзажной с живописью, да, ПЖ сокращенно. Соответственно, мы будем сегодня продолжать наше знакомство. Не переключайтесь. Я думаю, что дальше будет интересно. Возможно, это тот один из немногих случаев, когда нужен широкий угол, действительно. Здесь смотрите, какое облако интересное. Оно отражается в воде. Здесь такая протока, там камыши. Из них посмотреть, они такие достаточно симметричные. И интересное дерево тоже, которое на зелени уже сейчас очень хорошо видно. Но ракурс, на самом деле, интересный. Здесь недалеко водка проплыла. Поэтому она вполне возможно где-то здесь будет пролетать. Мы здесь в небольшом укрытии, поэтому попробуем поснимать. Друзья мои, у меня села батарейка iPhone. Но я с собой брал внешний аккумулятор. Поэтому он сейчас подзаряжается. Одновременно снимаю. Все работает. И проморгал я момент. Я сделал ручную установку фокуса на то дерево, которое напротив. Вот в этот пролет, проем. Я жду, когда пролетят утки. И отвлекся, снимая шмеля тут на травом свете. И, соответственно, утки прилетели с одной стороны. Но они сейчас все с той стороны. Соответственно, я буду ждать, когда они оттуда пролетят. Но часть из них улетела в лес. Поэтому все-таки я надеюсь, что мы заполним этот кадр. Ну, чайка, кстати, очень хорошо в кадре. Но я, видите, пока записывал вас не успел. Мне все-таки хочется поймать уток вот на этом пролете на фоне светлого цена. Я сейчас перейду. Вот это место. Я навел фокус вот в эту часть на дерево. Зафиксировал его в мануале. Ну, может быть, конечно, это ошибка. Но я думаю, что это будет быстрее для затвора. Он сразу сработает. И максимальную скорость там 800-1,800. Больше я не хочу, потому что мне часть нужно камышей прорисовать. Ну, посмотрим, что получится. Будем ждать. Слышно очень много собак. Такое впечатление, что там охота какая-то на уток идет. Плошной лай. Но пока уток нет. Мне придется быстро бросить телефон, чтобы... Если когда я завижу, что они пролетят, они летят низко. Бывает высоко через лес. Но в этой части они, если пролетают, они низко пролетают как раз вот в этой части. Ждем момента. 800-я выдержка. Чтобы вы понимали. Поэтому мне пришлось открыться максимально. Ну, там на четверке где-то. Я думаю, что все будет нормально. И, соответственно, чувствительность повыше у меня стоит 250. Можно, в принципе, еще поднять. Сейчас попробую сделать это успеем. В общем, друзья, я сменил локацию более широкую. Потому что там невозможно, скажем так, подловить этот момент слишком. Очень узко все. И невозможно это успеть с моим объективом, с моей скоростью затвора и фотоаппарату. Поэтому я выбрал вот такую локацию. Здесь я вижу и слева, и справа. Соответственно, они летят беззвучно. Практически только крылья слышно. Чуть-чуть. А так вообще, надеюсь, что они с правой стороны все-таки зайдут. Или с левой. Ну и попробуем их здесь поймать. Я имею в виду сфотографировать. Немного вертикального видео. Как всегда, вы знаете, что я практикую вертикальное видео для Ютуба в том числе. Ну, хорошее настроение. Яблони в цвету. В лесу макровато. Макровато. Японское слово. Поэтому в болото сейчас пока еще рано идти. Рыба пока только мелкая. За щуками еще рано идти. Они на нерест идут. Поэтому чуть позже мы будем записывать видео, где еще нужна выдержка. Кроме фотографий. Ну, про рыбалку, конечно же. Может, еще про что-то. Ну, в общем, жду от вас подписей, комментариев. Надеюсь, что понравится.